ну что мальчики девочки пришло время офигительных историй на канале нейроведьмы мы будем говорить про что с вами про сильную или про слабую сторону поговорим не я конечно хочу больше про слабую на просите про сильную думаю мало ли вдруг действительно вам нужна эта опора ладно давайте говорить про сильную я конечно не уверена что я у вас увижу сильную сторону но это так знаете в качестве провокации увижу безусловно у каждого она есть три варианта для вас делаю первый зеленый второй оранжевый третий полосатый закрепленный комментарий под этим видео даст понимание тайм-кодом ничего не меняем как выбираете камешки этого честно говоря ваше личное дело это интуитивные процессы вот поэтому что резонирует какой подмигивает от собственной выбираете но и спасибо тем кто финансово поддерживает канал до участвовать его развитие да это безусловно приятно спасибо большое все буду переходить непосредственно самому раскладу не хочу много болтать потому что на расклад настроилась заранее сказала не хочу болтать захотела поболтать ладно в процессе поболтаем но так чтобы она все было по существу зеленый оранжевый и полосатый ну что будем смотреть вашу сильную сторону слушайте это когда выбирала колоду думаю ну вот чем мы будем с вами работать да там веканский оракул там посмотрю ли ясновидение кошки прости господи может проснуться благо спят и литургическим сном мы их не трогаем вот ну на самом деле обычно же на чуколе мы смотрим слабую сторону потому что здесь очень много про психоанализ вот но почему-то хочется мне это посмотреть и сильную то ну вот я не думаю что чуколе мне подойдет сейчас дать я в процессе настроюсь по сильной стороне да хотя она полнолуния потом думал блин лишь магический блок не отделила ладно усложню себе задачу усложню себе задачу можно было взять знаете такие более простые колоды там таро богинь хорошо показывают сторону сильную все это у нас еще как вверху так и внизу до событиями процессы нет же я взяла чуколь для сильной стороны ты это сумасшедшая женщина я бы сейчас видимо читать слабости через силу закрою 5 карт вы не представляете в какое сопротивление ухожу читаю на сильную сторону потому что на самом деле между нами девочками мальчиками смотреть слабую сторону намного проще намного проще потому что как правило все наши страхи фобии сомнения они все выходят на первый план да их на самом деле очень хорошо видно да и понятно что с этим делать и какую страну идти но опять же чем больше мы прячем сильную сторону свою тем сложнее ее читать я честно говоря это мне кажется лично были бы у меня фаберже я по себе точно них сейчас наступила просто расклады на саморазвитие такие триггерные темы психотерапия психология они на самом деле намного сложнее чем любить не любит плюнет поцелуя за приедет вот и как будете вести сильная сторона начала у нас кто у нас передо мной так чё подел спешат на помощь человек который действительно спешит на помощь вот прям показывает на бумажном самолетике мчитесь с чем-то с чупа чупсом на помощь спасатели вперед так кто вы мудрый чип дебильный дейл или занудная гаечка а может быть вы жирный толстячок который любил сыр сейчас посмотрю как проявляется это ваша помощь взаимопомощь и взаимная ли она да вы считаете что помогать правильно это скорее всего знаете серым бездомным убогим обездоленным вы помогаете да и даже если человек не заслуживает вашей помощи вы помогаете вы помогаете простите потому что ощущение что это так надо да но кто-то вам сказал что так надо может быть родители может быть воспитание кстати такое да там слабым надо помогать старшим там уступать место да вот впитали все это с молоком матери там или папа может быть вам это внушал там бабушка дедушка да и вот такой вот вы человек которого достаточно взять легко на слабо что касается помощи понимаете я даже не знаю сильно это ли слабая сторона на вы очень такой верный человек верная жена верный друг там верная подруга вот вас в три часа ночи разбуди попроси помощи вы приедете прилетите там денег переведете там как на карту ну если там смотря что попросит и в чем сильная сторона на самом деле в том что на вас можно положиться в том что вы действительно действуете если понимаете что вас есть на это право что у вас есть возможности я не могу сказать что вы человек который сидит в стагнации да и сидит тут сопли жуетесь какая-то беда не дай бог приходит человек который действует это конечно прекрасно это сильная сторона это говорит о том что вы достаточно быстро можете собрать себя в кучку если надо понимаете из того требует процесса очень быстро себя собираете в кучку в чем еще сильная сторона в том что как ни крути вы человек действий здесь показывают жезлового короля и вот в одной из интерпретаций не помню кто конкретно об этом писал жезловый король еще рассматривается как некий момент выращивания целительства но тут именно через принятие решений понимаете это не всегда про метафизические аспекты чекся эти посмотрю метафизический нет тут вы больше смотрите даже показывают ой простите архетип справедливости ведь его даже отшевырнула фея крёстная еще это как раз про действительно то что вы видите чем где черное где белое да кто достойно на самом деле помощи кто нет но вот это кто достоин кто нет это именно про то что вы можете давать двадцать первые шансы 10000 первые там 717 и так далее что касается мужчинам женщинам я вот не знаю насколько это сильная сторона потому что с одной этой стороны это слабость прощать да а с другой стороны прощать может только очень сильный человек вот вы умеете прощать и соответственно если вам как-то нагадили вот вы и шанс что все равно придете потом на помощь человеку знаете не злопамятный абсолютно по первому варианту и вот это обостренное чувство справедливости она как раз позволяет вам держаться на плаву понимаете у вас свое понимание где черное где белое где фиолетовое где оранжевое где добро где зло вот вы как-то в балансе понимаете держите себя это конечно прекрасно это сильная сторона безусловно здесь еще сильная сторона в том что если вам нужно вы не поддаетесь эмоции если вам нужно да вы умеете их прятать вы умеете сдерживать их опять же без вот этих внутренних истерик то есть если есть эти внутренние истерики окружающие об этом вообще не догадываются никак как проявляется да то есть вы люди никогда не знают когда вам плохо у вас всегда все хорошо это если вам плохо вы всегда сможете вытащить самостоятельно себя да как барон мюнгаузен вытаскивался за косичку из болот помните да сказка вот и вы также можете себя вытащить но это хорошо это конечно сильная сторона ваш тогда все вокруг истерят все в кризисе вы себя ментально конечно отхлестали по щекам доска соберись тряпка и все и больше вот это все суета она как-то вас не волнует вы достаточно быстро принимаете решение эти такой вот человек который может сделать карьеру в антикризисном управлении человек кто может держать климат в коллективе доброжелательный да вот человек который может управлять аудиторией но не из чувства власти до что я хочу чтобы не подчинялись а именно с точки зрения распределения ресурсов законов справедливости люди которые кстати могут сделать карьеру с деньгами это финансы это бухгалтерия отлично вас кстати получится в этом плане и в противовес это люди которые могут сделать карьеру психологии эзотерики почему потому что обостренное чувство справедливости опять же сатурн не дает вам очень сильно гадить понимаете потому что карма мгновенно сатурнианским ребятам вообще очень быстро прилетает за малейшие косяки вот это и плюс-минус наверное да минус в том что вами расслабляться это нельзя потому что кармачка там бед карма настигает а плюс в том что вы очень мало ошибок в жизни совершать такие знаете глобальных за которые потом можно себя как-то корить жалеть там самобичевание вот со стороны других людей да они совершают ошибки вы прощаете потом а вот к себе знаете так относитесь критически в плане того что вы другим прощаете себе нет это такой знаете момент самобичеванию психосоматики кстати может проигрываться как язва желудка как гастрит так что если у вас это есть а еще проблемы с горлом потому что нет возможности высказывать свои эмоции так как хочется в чем сильная сторона в том что если вы не видите результаты вы достаточно быстро уходите понимаете сейчас посмотрю как проявляется при этом смотрите любить то вы можете но знаете вот сейчас расскажу вам как он может проигрывать вы можете влюбляться при этом достаточно быстро резко спонтанно вне тех но а что тут хорошего да пострадать конечно придется но хорошая том что вас ты сильно эти любовь это не задевает вот такие знаете но не могу сказать поверхностные страдания потому что я не хочу умалять ваших эмоций грустяшек ваших ну вот как будто знаете такая первая половина жизни люди же меня разные смотрят да ну наверное ну как сказать первая половина до двадцати восьми возможно но всех по-разному смотреть по дате рождения а возможно вам не будет вести в любви а потому что будет очень много как знаете такие подмены понятий страсть любовь или там допустим просто какой-то кармический урок человек вам нужно пройти вы проходите идти дальше а вы залипаете зависаете понимаете здесь как бы вот такой момент что вы будете действительно встречать партнеров которые будут показывать вам абсолютно разные грани любви понимаете и не всегда это любовь взаимно но сильно не переживайте по поводу невзаимной любви потому что действительно это ваша сильная сторона это то что вас закаляет и что вас делает личностью это что вот знаете как вы просто станете как ограненный алмаз ограненный алмаз это же нас бриллианта это про то что или допустим если разбить стекло да и бросить его в океан его вода обточит до состояния вот этого маленького милого уютного до зеленого стеклянного камешка может не зеленого неважно голубого белого по цвету стекла вот поэтому все что не убивает вас особенно с точки зрения эмоционально чувствительных реакций она все делает вас сильнее безусловно вот вы на самом деле очень быстро перегораете понимаете и здесь не всегда еще и про отношения это просто про эмоции и вы очень быстро зажигаетесь и возможно как зажигалочка до зажигаете других но также быстро перегораетесь вы не видите обратной связи с любовью то же самое раз уж мы задели эту тему раз уж нам показывают у закупков как необходимость рассмотреть да этот аспект вот с любовью то такая же история не получаете обратной связи очень быстро перегораете поэтому дал возможно большое количество влюбленности ну почему нет слушайте так интересно по единичка мне кажется там наверху лихорадочный ржут потому что я же как бы дала себе установку что я работаю на прямых на перевернутых позициях и нам один раз перевернули получается что кубковую даму да и второй раз или король адама вот и второй раз на прям перевернули жезловы да вы понимаете и на самом деле это это ваш сильный сторон сейчас посмотрю как проигрывать перевернутая дама жезлов потому что мне здесь нужно подтверждение одной моей догадки да это просто свойства вашей энергии знаете вы очень быстро выходите за эти все залипонов ведь перевернутую луну показывает перевернутая дама жезлов перевернутая луна я не знаю насколько это сильная сторона но это именно то что вы можете подсаживать на энергетику это однозначно такая знаете влекущая маняющая да с одной стороны про сексуальность другой стороны про вот эту манкость как мы ее называем да когда женщина манит когда женщина влечет но не на огне понимаете она на чем-то другом на таком сакральным тягучим понимаете женщина ртуть да тут мужчины конечно залипает западает сильная сторона потому что здесь вас крайне сложность читать если вас крайне сложно считать безусловно бы интересно но вы конечно можете выводить мужчины себя безусловно сводить с ума до женщина которая сводит с ума и женщина которая сводит с ума не на огненной энергии она вот этих вот всех залипонов обоюдных скорее всего да чем еще сильная страна сильная страна еще вашей духовности все-таки видимо связь то у вас есть то с космосом то сможет каким созвездиями ну что вы ченнелер читаете через открытые каналы до послания инопланетной цивилизации вообще звезда она что тонкий план прослужения добро высшие энергии высокие достаточно вот вы чут как вообще отслеживать в какой момент в луну проваливаете да и начинаете там через свою болоту злоупотреблять вниманием свой адрес с другой стороны поскольку у вас обостренное чувство справедливости понимаете вам-то и дают вот эти весьма высокие энергии на которых вы находитесь и обостренное вот это чувство справедливости опять же 17 аркан по звезде понимаете они это не дает вам ошибаться они не мне показывают семерка воды как карты иллюзии в перевернутом положении но при этом поскольку вы четко осознаете что у вас черт возьми какая-то неясная вам миссия да но при этом она есть это может вас пугать да и хочется жить обычной жизнью на самом деле деле без вот этих вот всех что я вижу добро и зло там да я вижу истинные причины там поступков людей вы все это видите знаете как бы согласно этом возможно вам не очень весело жить потому что вы все анализировать все передаете анализ очень много звезды может быть кстати у вас сейчас до происходит такой прекрасный период проживания все-таки аркана звезды и в этом плане конечно вам не сильно не завидую вот потому что это сложно весьма аркан сложно для восприятия понимания это не всегда про расстояние хотя на самом деле могу сказать что по этой позиции ваша сильная сторона в том что вы держите дистанцию в это умеете делать и вы умеете соблюдать личные границы если опять же вам оно нужно вот вы как-то от людей дистанцируетесь вы даже быть если в компании общаетесь как-то вы все равно вот отстранена держитесь понимаете но почему это сильная сторона потому что это привлекает внимание да и дает вам найти такой флор некий загадочности такая немножко женщина с этой шизанцовой это мужчинам очень нравится потому что нравится о вас заботиться если конечно вы этим не злоупотребляете потому что вот что-то такое знаете сокровенные интересные народные к чему как-то хочется прикасаться понимаете что хочется потрогать но при этом без ощущения знаете власти там для огня что я хочу это сожрать или там я хочу этим обладать и вот как слабая сторона всей этой истории тут возможно знаете какого плана залипоны когда оба партнера например если мы говорим про партнерство про работу про отношения не столь суть важно да взаимодействие с человеком происходит поскольку вас крайне сложно считать начинается момент додумывания понимаете и зачастую вас видят не таким человеком таким вы на самом деле являетесь чем здесь еще у нас заключается сильная сторона еще один ряд выложу вам я честно говоря не совсем поняла почему просили этот расклад вот потому что здесь не будет сказано как применять вашу сильную сторону то просто посмотреть со стороны если вам действительно это нужно для поднятия самооценки ну почему нет тем более тут все правда просто если слабая сторона здесь еще можно ответить на вопрос и что мне собственно с этим делать и сильная сторона она является ресурсом понимаете вот если мы применяем этот ресурс во благо себе то естественно нам становится жить легко и хорошо в чем сильная сторона в том что вы сначала думаете а потом делаете да вот нам показывают с одной стороны то нас лед то тонкий по двойке мечей но девочка идет понимаете она осторожно идет она идет балансирована самое главное что идет она не стоит как вы по пятерке пентакли на перекрестке нет в этом плане нравится эта колода потому что обычно двойка мечей изображается как все равно такая знать внутренняя стагнация да что ничего нет потому что человек не делает кто-то выбор одессе на идет и это конечно безусловно прекрасно потому что маленькими шажочками но вы движетесь это конечно же сильная сторона в какой бы жопушке вы не были да вы собираетесь в кучку и соответственно идиоте понимаете без вот эти залипания вот когда я показывала вам да что у нас луна переворачивается вам периодически нужно конечно там быть и сама копаться это тоже сильная сторона ваша да ну что вас обладает вы обладаете как эмпатией так и аналитикой кто-то кстати у меня спрашивал что вот а как понять вообще первый вариант как сейчас чаще проигрывается как эмпатия эмпатия да или соответственно как аналитики вот так вот в вашем случае и и вы и эмпаты и соответственно обладаете определенной степенью аналитики но аналитическое мышление имею ввиду поэтому то я когда давала вам прогнозы на реализацию в предназначении они опять же по вашей сильной стороне поэтому я говорила о том что теометрально противоположные да истории могут быть как психология работа с людьми там психотерапия например вот так соответственно и более точные наверное науки да финансы деньги все что-то точные науки в чем еще ваша сильная сторона вы сумасшедший миротворец и при этом вы очень талантливый и как такси так так и стратег потому что мне по пятерке жезлов показывают возможность договориться как ни крути да но это не про конфликтную личность потому что вот рядом карта говорит о том что вы действительно сначала думаете а потом делаете вы не выясняете отношения то есть вам не нужен бунт ради бунта вот вы не человек процесса вы человек результата да ну понимаем в чем разница чек процесса который просто вот все ради процесс понимаете игра ради игры а у вас игра ради результата понимаете ради того чтобы вы выиграли да кто-то проиграл вот в этом разница с вами на самом деле можно идти на дальнее расстояние вот если вам нравится человек вы согласны ждать почему потому что вы можете разрабатывать так называемые многоходов очки что касается карьеры с вами лучше в коллективе конечно не встречаться потому что вот вы как тихий тихий серый кардинал да чуть не сказать тихий генерал почему-то откуда тихой сапы говорят еще серый кардинал и вот на самом деле это сильные стене не вылезаете но вот прям прете вперед как танк но очень гибко и вроде ничего не предвещало оп оп понимаете вы на вершине карьерной лестнице ну вы так умеете чё что тут сильная сторона то в этом заключается то есть на самом деле вы как помните волан говорил маргарите да никогда ничего не проси сами принесут сами все дадут вот вы именно в этом аспекте хорошо проигрываетесь потому что по сути то ничего явного не делаете а все происходит ровно так как вам надо но это именно потому что у вас правильная тактика правильная стратегия чем еще сильная сторона вы умеете учиться вы умеете накапливать знания да вот а вы умеете ну помимо аналитики понятно что пожриться это могут вот быть еще и служение и тайные знания работы с людьми там и так далее да передача знаний как процесс ощущение значит что вы прям магнит для различных уроков кармических но опять же вот по сатурну для знаний для людей которым важно получить информацию к вам люди приходят за информацией за трансформациями за информацией но при этом знаете вы такой вот двойственный человек если люди вам нравятся вам с ними общаться тяжело если нейтральные отношения да пофигу хоть трава не расти в чем сильная сторона вы четко понимаете что у вас есть страхи там какие-то определенные фобии что еще там может быть у нас по девятке мечей но это же больше конечно самообман такая знаете я вообще эту карту еще называю self-made почему потому что проработав по девятке мечей собственные страхи мы всегда берем ресурс да то есть мы сами себе делаем через эту карту вот сколько я не распиналась я все равно прихожу к одному и тому же да смотрите вот когда говорю о том что в чем сильная эта сторона в том что действительно достаточно большое количество трансформации придется на вашу жизнь трансформации не очень видимо приятные по смерти но я же говорю о том что люди будут уходить из вашей жизни достаточно быстро много кармических уроков и соответственно большое количество людей вам придется потерять и встретить здесь женщина запускает процессы трансформации здесь смотрите сильная сторона если вы прорабатываете страхи фобии мании которые связаны с возрослением с инициацией вот понимаете может быть это как-то связано с началом половой жизни вы здесь получаете очень важный ресурс сейчас объясню какой потому что скорее всего ваши вот эти страхи фобии и так далее которые вот связаны с личной сексуальной жизнью это именно про то что от вас уходили возможно ну какой-то знаете перенасыщение возможно вами да это тогда когда один партнер влюбляется это невзаимно да страх невзаимной любви вот вы это действительно осознаете да в себе и вот вы готовы с этим сражаться и бороться и собственно за счет этого вы получаете ресурс а в качестве ресурса знать что вы получаете в качестве ресурса вы получаете мощнейшую интуицию и в дальнейшем вы с вот этими ребятами которые делали вам больно да там в раннем может быть юности еще что то вы с таким типажом больше не столкнетесь вот потому что вы научитесь видеть чудаков на букву м просто издалека понимаете вам их просто начнут подсвечивать вот даже на уровне тела как-то вот начнете общаться вы сразу поймете что оно не то нужно срочно закрывать эту лавочку и судьба понимаете вас будет беречь от потрясений потому что этот урок уже пройден то есть вы этот урок по общению с чудаками на буквы м он такой вот глобальный основной по сути вы проходите ну формате наверное точно до 30 но максимум до 34 лет в чем сильная страна в том что вы не занимаетесь самообманом понимаете вот вы прошли все вот эти вот свои эти истории до трагические трагические не обязательно там трагедия да а именно то что доставляла боль доставляла определенные неприятности меня не выбирают например там да или предпочел там другую девочку или там женщину или там допустим уж там ушел и вот всякое может быть или никогда не выбирает потому что до сценарии жрицы понимаете нам показывает что эта сценария жрицы тогда когда женщина не выбирает понимаете он дает вам ресурс определенный он дает вам просто мощнейшую интуицию и вы больше курс такими партнерами связываться не будете еще вы это проработать это безусловно станет вашей сильной стороной ладно одна карта повторяет вторую видимо очень много сказал части как я сначала сказала потом вытащила карту ну ладно вот опять же смотрите кратенько чтобы вы понимали что это действительно рвота в потоке никакого не шарлатанство только что говорила о том что вот эти вот ребятки кубковые к вашему берегу собственно прибиваться не будут вот только я вам сказала по девятки до мечей здесь и вот ровно то же самое нам подтверждает вот показывать сценарий верховной жрицы из которого нужно выйти в королевы земли вот тут понимаете королева земли в монара она же не совсем счастливая женщина именно по той причине что она не доверяет своей интуиции даже здесь очень все покажу посмотрите здесь будды на стене изображен и по сути ей бы тут как-то связь-то наладить с высшими силами вот она поглощена у нее даже понимаете шляпы на лице да то есть она ничего не видит она хочет просто закрыться в себе своем внутреннем мире там видимо пострадать сказать что она там голубых кровей все вокруг быдло вот это я сейчас это не шучу это просто одна из интерпретаций этих карт когда партнеры заведомо не подходят ей понимаете и она от этого страдает это ее выбор сознательный но партнер то ей не подходят и она значит живет вот как в замкнутом круге не видит выхода а на самом деле то вы здесь показывают интуиция intuition включая пожалуйста ее дорогая у тебя на шикарнейшая она тебя работает на ура но если женщина включит интуицию а кого она потом будет винить себя а себя винить она не хочет понимаете так вот здесь сильная сторона как раз взять ответственность потому что если тебе говорили уже что надо что тут что-то менять или бежать или уходить с этой работой от этого мужчины а что то еще а ты сидишь на месте пока тебе петух извините меня за мой французский в задницу не клюнет но кто вообще виноват в этой истории но наверное мир окружающий дали там правительство ли кто еще все кроме меня понимаете поэтому что здесь дает сатурн он дает конечно сначала вот эту всю жопушку да то есть надо конечно будет попрыгать по вот этим вот граблям 3517 раз понимаете на одни и те же шишки набить встретите уйму чудаков на буквы м но зато потом у вас знаете будет классификация просто своя собственная хоть книгу пиши и это в дальнейшем а вам да знаете такую спокойную ровную жизнь потому что вы будете избегать тех ошибок которые совершают и допустим ваши ровесники соседи там друзья подруги потому что вас первую половину жизни очень жестко будет долбать сатурн чем еще сильная сторона знаете для вас на самом деле жизнь как в с вот тут смешно вообще прям даже смотрите четверка огня здесь вот в этом формате это карта получения тайных удовольствий где-то там гостиницы там неважно но сам факт во первых это может еще говорить о том что вы предпочитаете партнеров умнее чем вы и может быть более взрослых ну или соответственно наоборот когда вы старше там а как бы мальчик или там девочка молоденькая потому что такой формат интересный нам показывают один из партнеров явно старше по возрасту при этом им кайфово понимаете они просто получают удовольствие а а теперь посмотрите какую карту нам дают как основную понимаете как основной вашу сильную черту это десятка жезлов это всегда преодоление препятствий это квест внутренний мы же помним что на самом деле это жезлы это всегда когда тяжело тащить помните да в классике уэйта там вот и вот в этом аспекте десятка жезлов она же не не меняет своей как бы энергии это всегда про тяжесть это про сложность сложно реализуемые отношения вот но при этом смотрите сильно эта сторона заключается это в том что вы получаете удовольствие от сложности проблем почему потому что вы научились их решать знаете поэтому вам будет скучно жить просто так выбор чем во всем будете искать глобальный смысл вот смотрите еще раз покажу вам вот эти карты прекрасные да вот это как раз энергия звезды когда мы во всем на самом деле видим высший смысл и когда у нас нет больше иллюзий по поводу происходящего мы живем абсолютно в реальном мире до формате здесь и сейчас и это конечно прекрасно потому что говорит о том что вы это сильно на эти всех прошлых моментах не залипаете вы стараетесь дышать всем воздухом который есть сейчас они которые в прошлом будущем когда-нибудь будет тут сильная сторона именно в том что женщина закаляется настолько что становится прям женщины воином сейчас посмотрю какая энергетика у вас мне не на это колоде посмотрю это когда мы собираем силы перед прыжком а потом рубим то есть мы можем долго 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 терпеть давать шансы а потом все потом как трава не расти до десятка мечей она всегда десятка мечей тут еще знаете такой момент может быть связано еще с дедлайнами что вы активируетесь дедлайны то есть у вас остается например там дается на выполнение проекта месяц вот вы тут пинаете кое-что вот а потом соответственно за два дня или там за день там активируетесь максимально да и начинаете там фигачить вот и вам это дает определенный адреналин выброс адреналина до десятки мечей то есть нужно довести до кризиса потому что только в кризисе вы видите рост для себя что вам дает десятка мечей да вам нужно обнулить себя потерять слить энергию вообще понимаете опять потом пострадать по справедливости по сатурну и заново видимо начинает рост ну да интересно и конечно вы женщина или соответственно мужчина потому что ну королева чаш такое универсальное понятие это именно про то что баланс этой энергии нет понимаете и вот вам у вас такой знаете переизбыток энергии и вам необходимо ее сливать через возможно возможно скандалы выяснение отношений какие-то квесты до решения проблем вашей жизни то есть вы так чувствуете себя живой и потом соответственно когда вы всех врагов вокруг себя там порубили в капусту до отвоевали свое место под солнцем вот тогда вы считаете да что приоритет меняется это можно любить можно быть мягкой женщиной до чувственной чувствительной да можно залипать впадать в состояние повешенного заниматься духовными практиками только для да уйти в умеренность он только для начала нужно конечно всех тут порубить то есть сначала довести до критического состояния потом соответственно все это дело порубить потом поплакать вот потом смириться с этим всем но это вообще напоминает как бег бегца по кругу ведь у нас шестерка мечей луна здесь переворачивается то есть вам это надо периодически видимо до уходить пострадать мы иногда любим пострадать знаете почему потому что вам же важно быть победителем вам по процедурную не всегда это дают ну вот спрашиваю в чем ваша сила в том что вы действительно видите насквозь вот этих вот всех товарищей которые вас обманывает и когда вас еще обманывает по поводу эмоции смотрите там по поводу любви еще там чего-то потому что показывают короля чаш и пажа мечей но пажа мечей очень часто читается как какой-то подвох возможно да обман хитрость но при этом здесь пажа мечей обратите внимание дат на центральную часть вот эта девушка и здесь вот как бы в этой интерпретации я могу сказать что вот по пажу мечей вы тут можете нам творить справедливость так как вы увидите сами тоже сильная сторона безусловно смотрите сильная сторона заключается в том чтобы даже после самой глубокой жопушки вы все равно видите перспективы как бы вас тут не придавали не убивали все равно понимаете вы хотите вот эти все залиплонов и в королеве чаш соответственно и в повешенном повисеть потому что на самом деле такая знаете энергия птицы феникс который нужно сначала уничтожить себя потом соответственно восставать из пепла вот такая вот история по первому варианту в чем ваша сила надеюсь что понятно что вам видимо нужен этот бег с препятствиями вечно тренировочная площадка поэтому да очень часто будет такая знаете подмена понять кажется что любовь а это очередной кармический урок вам так весел вам по-другому скучно будет очень интересно интересно такое знаете потоковое состояние поближе положил архетипом так что единички я знаю что вам не понравилось но опять же если вы это сможете применить себе на пользу это будет прекрасно не сможете пройдите дальше и все я же не обижусь абсолютно и вообще не знаю зачем захотели этот расклад ну раз попросили значит почитаю для вас так двоечки оранжевенький он был положу карту архетипов на всякий случай если уж совсем пойму что надо что-то в вашем плохом вытащить хорошего да шучу я шучу скажите что я настраиваю вас тут программирую и просто себе усложняю задачу читая на чеколе сильную сторону читая на 12 основных картах ну и собственно дополняю на монара вот и либо на скрытой реальности интересно конечно отпечатан вообще чеколе колодок здесь вот эта карта на ярче остальных уже можно было догадаться вообще кто-то а я все как-то и не помню не помню ну потому что я в потоке работаю я на таких вещах не фиксируюсь а вам может интересно там со стороны да вы уже знаете что там лежит такая спрятана карт кстати можно проверить свою интуицию вот это вот самая яркая карта это какая карта конечно вы не запомнили школе очень приятные тактильно они такие тяжеленькие чувствуешь их в руки такие чуть-чуть скользкие знаете даже прям по ощущениям вот когда энергетику колоду смотришь не для меня очень холодные по себе не знаю как для вас даже не знаю с чем сравнить но из моих колодчик колли самый холодный так давайте смотреть в чем сильная сторона интересно конечно сейчас на монаром ну о чем здесь смотреть восьмерка пентаклей вообще в классике это про человека который познал а азы профессионализма в чем-то и вот здесь перевернутая позиция говорит о том что вы какой-то знаете человек многостаночник человек оркестры человек многоуровневый возможно это говорит о том что у вас не одно предназначение бизнес предназначение я имею ввиду в плане реализации про денежки да а несколько то есть вы можете в разных сферах развиваться ты безусловно сильная сторона то есть и вы достаточно быстро переключаетесь понимаете в этом не залипаете там не не зацикливайтесь на одном вы достаточно быстро во первых учитесь во вторых достаточно быстро переключаете почему говорю учитесь потому что здесь вот перевернутая позиция это как раз говорит о том что да и и само изображение да и перевернутая позиция как раз говорит о том что возможно даже нравится учиться потому что в прямой позиции явно вот этому товарищу учиться не нравится это но я даже не знаю можно сказать сильно или слабая сторона все таки это отсутствие усидчивости очень быстро как-то выдал переключаетесь знаете для вас очень важна эмоциональная составляющая вот вы приходите на работу например на новую да вам важно чтобы начальник понравился или начальнице да обращайте внимание на на атмосферу на психологический климат потому что показывает что как только вот вас начинают держать в рамках вы как-то сразу энергетически начинаете сливаться до начинаете остывать я не знаю сколько это сильная сторона правда это больше на какой-то знаете желание свободы желание комфорта но опять же в плане деятельности вам крайне сложно будет работать в найме тут сто процентов могу сказать нужно что с это что-то с этим делать потому что сложно будет работать в найме однозначно либо это очень много творчества то есть надо чтобы это творчество было реализованным понимаете если она не реализовано начинается проблем я слушайте не знаю в чем сильная ас ну смотрите сильная сторона в том что вы реально можете заработать на творчестве а это все мало кому удается все что-то пошло на чистом творчестве потому что я тут сильно коммерческой жилки не вижу но при этом вам как-то неимоверно везет тоже опять же пытайтесь найти смысл жизни пошли да смысл жизни в любви понимаете all units love нет любви как бы нет ножек нет на бультиках может в этом то есть сильная сторона то есть если вы занимаетесь каким-то делом без любви но вы не будете этим заниматься вам нужно видимо погружаться там любить растворяться вот там все ну 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 попытку. Ну просто если мне покажут то же самое, я это и в других, соответственно, картах увижу. В другой комбинации. Да, смотрите, просто мне показали историю из первого варианта, а там как раз про то, что женщина проходит сценарий жрицы, это тогда, когда не выбирают. А поскольку я вытащила те же самые карты, я думаю, может я колоды просто плохо перетасовала, но мне показывают один-один только другими картами. Это то же самое, смотрите, сценарий жрицы получается. Карта несовместимости, карта сложного построения отношений, потому что влюбленные в перевернутые позиции. Ну вот опять, да, сложно осуществить выбор, может быть, не выбирают, да, ну какие-то вот сложности. Или хочется сбежать вообще от этого выбора. С другой стороны, королева воды. Карта любовниц, ну она перевернутая, это карта любовниц, да, это не говорит о том, что женщине это доставляет удовольствие. Знаете, когда, вот знаете, внутренний обман, потому что ожидание одни, да, как бы реальнее, соответственно, другая. Самообман, наверное, да, даже включается. Так в чем здесь сильная сторона? Я не знаю, для меня нифига не сильная, но я не знаю, потому что мне здесь показывают абсолютно зависимые отношения, да. Отношения, что построенные на страсти, но если это сильная сторона, окей, ладно, я буду читать так, как она читается. Я хочу безосновательно читать, да, без своих интерпретаций. Ну что, вспомнили, какая карта ярче высвечивается, чем остальные? Ну, конечно, карта мозгоедства. Конечно, карта мозгоедства. Туз мечей. И смотрите, здесь в чем заключается сильная сторона, в том, что вы действительно можете держать свои чувства, эмоции под контролем. Да, человек, который может принимать решения, да, человек, который тоже не хочет всех этих залипонов непонятных. Почему так происходит? Потому что, если вы не будете держать под контролем, вы потеряете этот контроль. Так самое главное, что вы других-то людей контролируете тоже. Контроль сильная сторона по двойкам. Я хохочу в голос сейчас. По двойкам контроль сильная сторона. Обычно по единицам был. Тут либо люди новые пришли на канал, либо действительно у нас меняются энергии. Так если у нас меняются энергии, я буду рада, если все ваши сериалы движутся уже к завершению, или, я не знаю, какой-то промежуточной этой части. Сильная сторона карты иллюзии. Интересно, как проигрывается. Нет. Почему сильная? Интересно. Ну, то, что вы этим умеете управлять, я это вижу. Ну, ладно, окей, сильная. Смотрите. Это именно то, что вы сами выводите на эмоции, да, а вас очень сильно ревнуют. То есть вы всегда можете в свой адрес, как это сказать, продуцировать это внимание. И почему карты иллюзорности-то у нас идут? Ну, я не знаю, это сильно или нет, но это какой-то, как это сказать, женщина-динамо на самом деле, да, раздразнила и, соответственно, свалила в туман вообще, оставляя тут, соответственно, мужчину в расстроенных сильных чувствах. Вот какой-то такой момент. Сильная сторона? Ну, то, что вы можете этим управлять чилигранно, возможно. Смотрите, в чем заключается еще сильная сторона. Вот луна ваша, она была вам свойственна, ну, раньше, возможно, да, потому что это про одиночество, это про желание, чтобы меня оставили в покое, да, так что-то посидеть, подумать. Вот, но при этом мне показывает, что вы справились со своими страхами, потому что тут же нам показывают сильную сторону, как десятка пентаклей, да, это карта стабильности, это женщина такая самодостаточная, там что-то пьет винишко, читает какую-то неприличную литературу. Не знаю, что она читает. Вот. Явно не про успешный успех, потому что у нее есть успешный успех, и не надо себе врать. Так, в чем еще тут сильная сторона? У меня какую-то, знаете, роковую женщину показывает по двойкам, в том числе, ну, женщина, которая с одной стороны роковая, с другой стороны себя контролирует, всю эту роковушность свою. Вот, роковость, рок-звезда, да? Я рок-звезда и детена. Вот. Но при этом... В чем заключается сильная сторона, что вы можете прятать свои эмоции? И заставлять делать то, что вам надо. Почему сильная, это не могу понять. Смотрите. У нас дама кубков переворачивается, как сильная сторона. Ну, эта карта в любом случае тайны желаний, но опять же достижения желаемого. Да, тут людям хорошо. То есть через какие-то свои истерики, через какие-то манипуляции вы достигаете желаемого, да? Ну, и прикольно-то. Почему-то у нас девятка кубков не переворачивается в этом случае. Это слабая сторона, и я не могу понять, почему она сильная. Если вы свои истинные желания не чувствуете, ну, то есть, знаете, получив желаемое, вы очень быстро перегораете. В чем сильная сторона? Ну-ка. Ну-ка. Да вам, наверное, надо будет все-таки посмотреть еще первый вариант, потому что я рассказывала, как сатурнианские делишки проявляются. Мне здесь тоже показывает, что все абсолютно по справедливости, понимаете, вы получаете. А вот люди, которые все-таки больше под влиянием Сатурна находятся, они не умеют радоваться жизни, понимаете? И у вас тоже вот какое-то такое отторжение эмоций, что ли, идет. То есть я-то все это знаю, да, там, все про любовь-то я знаю. Как этих самцов, собственно, приручать-то я знаю, да? А вот что-то сама не радуюсь. Почему это сильная сторона? Они в меня влюбляются, не я. Почему сильная сторона? То, что вы отдаете себе отчет, что вы это делаете, что вы это делаете сознательно, да, фиг с вами, слушайте, может и так. У меня, знаете, ощущение, что я сейчас общаюсь с подругой, которая рассказывает мне там какие-то там свои подвиги, а я морально понимаю, что я бы, наверное, так не поступила. При этом у меня нет никакого права ее учить, да, и, ну, поскольку это мой там близкий человек, я просто это все слушаю, вот, при этом без каких-то, ну, безосновательных советов. И вот у меня ровно такая же история, что я нифига не понимаю ваше поведение. Я не понимаю, почему это сильная сторона. Но если мне это показывает как сильную сторону вашу, ну, может, оно так и есть. Потому что в любом случае расклад общий. Нет, ну, опять же, если вы это все знаете, про себя этим не пользуетесь, то вам это показывает как вашу сильную сторону. Может, вы считали, что это наоборот слабая сторона, что вы тут пытаетесь, да, подчинить весь мир. Поэтому спрятались, а тут говорят, что это ресурсная ваша часть. если какая-то сложная ситуация в вашей жизни случается, вы тут опять же не эмоционируйте. Да, не эмоционируйте. Вы вот четко, как это сказать, отдаетесь и отчет, да, где вам выгодно, где вам, соответственно, невыгодно вмешиваться, как-то, знаете, впрягаться в какие-то истории, да. Вы, естественно, разбираетесь, где у нас полноценные отношения, где неполноценные. Это не всегда про личную жизнь, это вообще абсолютно про любую сферу. У вас, знаете, происходит какая-то переоценка ценностей, ощущение такое, знаете, что вы, ну, как это сказать, то ли традиционную семью, может быть, не хотите, или вы этим наелись, или, понимаете, как бы ваша сила, сильная сторона как раз заключается в том, что вот вы можете позволить себе жить так, как вы хотите. Безосновательно того, что там люди скажут. Если вы понимаете, что кроме как эмоционально-чувственная сфера вам ничего это не несет, вы достаточно быстро эту всю историю закрываете. По крайней мере, это ваша сильная сторона. Сильная сторона уметь проигрывать, при этом проигрывать с достоинством. Шестерка жезла в перевернутом положении. Продолжение следует... ничего не поймем в семью не лезете муть какая-то сейчас покажу вам прям муторная муть смотрите шестерка жезлов перевернутой позиции а это всегда про ну либо отсутствие действия может быть это когда у нас солдат не победил на войне понимаете это тогда когда например вы соревновались а и при этом не победили до выбрали может быть там другого человека или просто в этом не дошли до финиша это боязнь отказа еще может быть шестерка до привернутая позиция при этом смотрите что мне дальше показывал ну вот вот так вот я могу читать как желание усидеть на двух стульях да потому что с одной той стороны у нас получается может быть законный соответственно мужчина да с другой стороны любовник да здесь показывает что что они тут дружат между собой ну нет конечно это именно про то что вот вы умеете понимаете лавировать между мужчинами вот просили не считать на отношения но извините меня если вам мне показывают двух мужиков я тут не могу сказать что это про работу понимаете или про вашу духовность серьезно двойки так что без обид если мне это показывают как я должна это читать придумывать что-то нет желанию и вот тут вот смотрите сильная сторона заключается в том что вы действительно можете выгодно для себя выбрать партнера понимаете и это наверное я могу читать как еще некий расчет но наверное это грамотная до понимание вещей все-таки то есть если мы хотим чтобы шестерка жестов перевернулась мы будем четко отдавать все отчет да с кем мы соответственно получим стабильность а с кем только вот какие-то развлечения такие да кто у нас во френд зоне и при этом смотрите рядом всегда есть мужчины которые хотят и желают вам помочь тут еще кстати сильная сторона строите себя беспомощную женщину как вы знаете слабую но тут в принципе начинает непонятно перекликается такой момент но любить вы умеете но ощущение что все не тех и не то любить умеете строить отношения нет почему потому что рано или поздно начинаете манипулировать начинаете включать то маленькую девочку то беззащитно то еще что-то очень вы защитная понимаете вас броня в полпальца я вообще вас не вижу маленькой слабой беззащитным вполне самодостаточной деваха такая выросла чё за чё за тут начинается мне тут смотрите сильная сторона двоек то в том что видимо было как это жопушка в прошлом да ну страшно суд в перевертанной позиции всегда отсылает нас к прошлому да и вы собственно собрались то есть вас видим этот кризис то бомбанул разрушил с ног до головы но вы смогли восстановиться опять у нас видимо птица феникс да явно потому что скорее всего вами манипулировали теперь манипулируйте вы понимаете вышли зависимого положения до свою эту императрицу это конечно сильная сторона что видимо взяли то праздеправлением свои руки чем еще ваша сильная сторона да тут скажу наверное даже без карт потому что все понятно что вы как это сказать на самом деле намного глубже то вас внутренний мир чем кажется со стороны и периодически конечно вам нужно себя погружаться вот сильная сторона заключается в том что вы действительно отдаете себе отчет как долго вы можете находиться в одиночестве и учитывая что я это сильно на вас венца безбрачию это не вижу мужчин это все равно крутится рядом понимаете и вы вот вытаскиваете себя за косичку из болота это сильная сторона безусловно после череды как это сказать неприятности да тогда когда меня победили тогда когда я не добилась желаемого да и от учета поплакала минут пять там слезы вытерла и соответственно пошла свои страхи до пошла их прорабатывать смотреть что же там это где же меня тут не выбрали где я тут накосячила да где я не дождалась где меня не дождались что нужно отсекать из прошлого до чтобы кризиса то этого не было да и тут сильная сторона в том что вы держите баланс между чем и чем между личными границами своими чужих людей между чем еще поддержите на самом деле баланс потому что когда хотите психануть и уйти да можете чеку давать сам второй шанс на смотрите есть колесница и девятка земли как знаете карты самодостаточности да я могу вообще свалить любой момент до чего ты тут вообще держишь удержишь меня что ли но если на самом деле происходит какие-то чувства к человеку возможно и если это не про чувства это про работу про карьеру да вы здесь можете выключить свою вот эту конфорочку и посмотреть где же вы впадаете в эти приступы гнева и соответственно провести эту работу над ошибками и не действует скоропалительно понимаете умеете все-таки тактически мыслить умеете уходить вот это тоже еще важно действительно идете в свои страхи но при этом вы понимаете что они по большей части надуманные на самом-то деле все-таки серьезных стабильных отношений семьи хочется но страх то тут заключается в том что я не могу построить такие отношения что мне придется прикладывать усилия до чтобы выстроить отношения таким образом как я хочу но тут как понимаете сильно эта сторона и заключается в том что вы там можете тянуть на себе и отношения и груз и все что хотите и вот несмотря на то что мне показывают вас как вот просто махрового манипулятора ощущение того что вы вот этого всего боитесь вы от этого всего ушли вот и при этом тоскуете потому что понимаете что это ваша сильная сторона и вот тут баланс бы найти понимаете и понимаете а вы чуть найти не можете в состоянии аскезы и отшельника бросаетесь в жезл и понимаете и назад и снова понимаете в отшельника так вот поэтому коэффициент полезного действия снижается всегда так потому что хаотичное движение а вам говорят что нужно вспомнить о том что вы тактика эстротек тактика эстротек сейчас я напоследок еще бонусом вытащу архетип сильные стороны архетип сильной стороны смотрите это легкость это тогда когда мы ни к чему не привязываемся клоун но он может быть смешным это шут еще кстати если лучи тащили например миссии себе да вот возможно инструмент ваш под луч шут или соответственно основной луч это тогда когда мы решаем проблемы какими-то нестандартными вариантами да нестандартными инструментами нестандартным видением этой проблемы ну не надо вообще бояться быть смешным быть легким вот вы же на самом деле это же ваш сильная сторона на ваш вот эту веселость на ваш легкость как раз и подтягивается то люди тут еще очень красивая улыбка может быть знаете такая вот который мужчинам очень нравится я просто помню нам же показали у нас вот эти вот залипоны до лунные и плюс мне еще клоуна показывают да тут что-то такое с внешностью интересно очень такая интересная внешность это когда маленькая собачка до старости щенок знаете когда женщины в 45 там выглядит я не знаю максимум на 30 или она такая знаете маленькая юркая вот какой-то такой момент или вот но очень такая знаете доброта остается у вас это ваша сильная сторона отказать и такая детская может быть несерьезность вот но у меня ощущение что вы как-то ей неправильно управляете что ли то есть в этими энергиями неправильно управлять поэтому да видимо было ощущение прям как-то ваш поругать хотелось по второму варианту я прям чувствовал что идет в позиции до либо учителя там либо ну мам нет ну не знаю как старшей сестры может быть старшей подруги на более опытной более умный да прям действительно хотелось как вот направить на путь истинный потому что есть вещи в которых вы как-то очевидно заблуждаетесь поэтому же быть ей смысл пересмотреть расклад потому что для меня это был знаете такой сумбурный поток мне было бы реальное ощущение что со мной играют а я такую не люблю особенно когда в работе настраиваюсь поэтому для мне постоянно вот хотелось прям отлупить кого-то по наглой рыжей морге так двоечки вот такой интересный был вариант троечки я вас приветствую напоминаю что тема сегодняшнего расклада у нас моя сильная сторона и вам тоже я поною что я не хотела снимать этот расклад потому что я не знаю как вы это будете применять потому что если про слабую сторону можно дать какой-то руководством действию да все с этим делать а сильная сторона ну знаете вы ее знаете откровенно даже да если с вами поговорить и спросить вот и знаешь свою сильную сторону так выше узнаете или нет я не знаю свою сильную сторону а слабый знаешь тогда на самом деле знаете открытие это величайший инсайд в том что мы всегда все про себя знаем просто нам нужно подтверждение со стороны вот его собственно будем искать подтверждение со стороны на монара чиколи оскорбан оскорбан обоих оскорбан Так Вот Сейчас подумаю, как читать по комбинациям или по одной карте Что я вам тут вытащу Да слушайте, одну и ту же тень я все время вытаскиваю тройкам А простите, архетип Ну и для меня это тень Вот, если интересно, там оптимист И это типа ваша сильная сторона, что вы всегда оптимистичны Поржать там любите На ситуации Ну это настолько, знаете, уже в каждом раскладе Поэтому я уже не стала делать акцент Вот, если бы вытащила что-то новое, сказала бы Поэтому Ничего не меняется, да, как любили поржать, понимаете Как разводили пингвинарии, ничего тут не меняется Ладно Но у нас же не в этом-то сильная сторона Что сильная сторона? Потому что мы капризные можем быть, да, по тройкам Кубковые истерички вы мои Вот для вас, наверное, инсайд будет, да Что вы притягиваете кубковых истеричек Капризных А на самом деле это ваша сильная сторона А вы ее не видите Вот интересно, как в этих капризах Кого хочу не знаю, кого знаю не хочу, да В чем здесь ресурс? В чем здесь сильная сторона? Ясно Это, знаете, когда Вам постоянно нужен театр Для ваших премьер, понимаете Для ваших перфомансов И перевернутый отшельник Как раз и говорит о том, что вам Для ваших представлений нужны люди Для ваших театральных действий, понимаете Для вашего этого девиантного творчества Сильная сторона в том, что, видимо Вы любите быть с аудиторией Провоцировать аудиторию Тут именно, знаете, прям филигранное управление Эмоциями своими И вам нужны зрители для этого Или один хотя бы Да, вы так чувствуете себя самодостаточно Но, знаете, в том плане, что Могу делать, что хочу Могу делать, что хочу А тут наоборот В отличие от первого варианта По-моему, первые они что-то спешили на помощь Но могу ошибаться Ладно, в качестве спойлера не буду Потому что вдруг вы будете смотреть другие варианты В общем, вы тут в противовес Вы знаете, тут сильная сторона в том, что От вас снега зимой ты не выбросишь Но это в плане помощи Вот Как-то вы прокачали в себе, видимо, этот момент Когда все, кто не попадя, садились на вашу хрупкую шею И когда в один прекрасный момент, видимо, она переломилась И вы себя с трудом восстанавливали в этих гипсовых ошейниках Метафорично, конечно Вот, вы просто, видимо, поклялись себе, что больше не в жизни Я больше этим всем придуркам Помогать, собственно, не буду Потому что все они сволочи, неблагодарны Вот тут как раз сильная сторона заключается в том, что вы Десять раз подумаете, прежде чем помочь И это абсолютно справедливо Потому что, видимо, вы-то раздаривали свою энергию Тем, кто этого не был достоин Помогали, возможно, тем, кто эту помощь не мог оценить А это всегда себя во вред Если помощь неравноценная Не надо помогать всем подряд Потому что иногда, помогая человеку, мы его лишаем возможности помочь себе самому Вот вы, вероятно, это очень четко осознаете Да? Вы считаете, что помоги себе сам Ну, то есть, это, знаете, когда займи денег А вы не денег занимаете, а предлагаете способы их заработать Ну, конечно, вы враг номер один Да? Потому что с помощью вас хотели решить свою проблему Вот, а вы тут через нравоучения Ну, то есть, вот, помните, как была притча Когда я могу тебе научить Я могу тебе дать рыбу, да? А могу тебе дать удочку и научить ее ловить То есть, у тебя рыба будет всегда Да? Что для тебя ценнее? Вот тут, конечно, сильная сторона В том, что вы действительно Даже в самой жопушке ищите Как, собственно, эту жопушку разнообразить Да? Обои в ней поклеить Интернет провести Я думаю, что вы-то сильно и на карантине-то не скучаете Вам есть чем заниматься по тройкам Чем еще сильная сторона? В том, что, с одной этой стороны Себе на уме С другой стороны, женщина Ну, соответственно, человек Кому очень важен собственный комфорт Это именно про, там, котлетки Про, там, полный холодильник Про какую-то заначку, там, финансовую Где-нибудь Спрятанную, да? Под бочком унитаза Я не знаю где Или, я не знаю, в морозилке Среди мяса А мясо запасли, наверное, нам 5 лет вперед Ну, то есть, вот Как-то тепло Сыто Как-то эти Мухи не кусают Понимаете? И ок И в этом, на самом деле, сила заключается Ваша сильная сторона Ну, ваша какой-то, знаете, такой стабильность Вот Вы мозг другим едите А себе нет Угу Попустила вас, смотрите Отпустила вас луна Да Вы, как-то сказать Вы вышли в состояние стабильности Понимания своей ценности Через ощущение потери Вот этих всех перекрестков Да, по пятерке пентаклина Показывают луна А все это Блуждали, блуждали И, соответственно, вышли в свой ресурс Вышли в понимание своей ценности В чем еще сильная сторона? Ой, я не знаю, слушайте Насколько она сильная В том, что вы гнобите мужиков Ну, если сильная Так сильная Вы сильнее, чем мужчина Перевернутый Перевернутый Император Это говорит о том, что Женщина может самоутверждаться Понимаете, женщина Тут карманы Наполеона Да Тут вот Мне кажется, прям проигрывается Вот эта история Когда она сидит там На каком-то троне Кубе Понимаете А мужчина у ног Нет, ну, если, конечно Вы достигли таких высот Энергетических И всяко-разных Когда вам мужчины Хотят служить Ну, это, конечно Прелестно, девочки Здесь еще, смотрите Сильная сторона Сторона в том, что Вы не позволите Мужчине самоутверждаться Понимаете За счет себя, да То есть Как-то Заставить вас плакать Понимаете Вы вести на эмоции Еще что-то Знаете Вот сильная сторона Как раз в том, что Вы четко отдаетесь Отчет Зачем он это делает А вы уже у себя На первом месте Интересно Как у нас Пятерка Пентакли Когда Птички на волосы Накакали Почему это Сильная сторона А, ну потому что Видимо умеете Отказаться от Ненужного Да, потому что Это же карта Перекрестка Это Ориентиры Новые И вероятно Вы их найдете И ищете Знаете У вас какой-то Такой момент Обнуления Из Ощущения Что мужчина Вами как-то Доминировал Да И диктовал Правила Теперь ощущение Что это Делаете Вы Интересно Почему Сильная сторона У нас Привернутая Девятка Кубков Отсутствие Праздника Жизни В чем Заключается Сильная сторона Тут сильная сторона В том Что если Вам надо Вы как бы Приходите И берете Молча Санится Огня Перевернутое Солнце Это же Прямо Вообще Какая-то Амазонистая Женщина Туда Знаете Даже Ощущение Что то ли Женщина Ну как-то Сказать Не боится Отказов То ли Вот она Считает Что отказал Сам дурак Да Потому что С одной стороны Шестерка Жезлов У нас Привернутая Да И тут Скорее всего Она То это Так-то И не схватила Его За что Хотела Схватить Может По рукам Ей ударил Да И тут Нам показывает Пятерку Воздуха И она же Пятерка Мечей Это опять же Знаете Такая карта Обмана Там Препятствий Ну вообще В Монара Как читается Эта карта Это когда Женщина Вышла Вот смотрите Сначала У нас идет Тройка Мечей Да То есть Ей тут плохо Она тут После морального Изнасилования Короче Обессиленная Такая Со всех сторон Вот Поэтому я же говорю Что вам Видимо Мужчины Контролировали Доминировали Там управляли Возможно Да А сильно Это сторона В том Что рокировка Да Произошла И Вот это Вот Понимаете Как следующий этап Мне кажется Даже Не Не то же самое Платье Ну ладно Ну ладно Сам факт Смотрите Здесь нам Показывает Что она Вышла Она Получается Спиной Стоит К своей Тройке Мечей То есть И это Говорит О том Что несмотря На то Что это Пятерка Пятерка Мечей Да Время Как бы Переосмыслить То вообще Кто здесь Прав Кто виноват Да Это такая Конфликтная История Может быть Это еще Обман Самообман Но показывает Что женщина Отряхнула Пюрышки Пошла дальше Это сильная Сторона Вы это можете Вот Когда вы действительно Мне в комментариях Пишите Что Да я психанула И пошла Вот это Про вас Я психанула И пошла Без Разжевывания Соплей Там Без Каких-то Зависимых Отношений Тупейших Молодцы В чем Сильная Сторона Еще В том Что вы Любите Завтракать Чужим Мозгом Слушайте Я опять Читаю Опять я Читаю Королев Как королей И наоборот Ладно Тут в принципе Суть Сильно Не меняется Просто Так могу Сказать Что Сильная Сторона Еще Заключается В том Что Все таки Больше Таких Мужских Энергий Ладно Таким К Став contrario Ладно Опять мне показывает какую-то, знаете, роковую женщину. Точно про вас? Может, вы не знаете свою сильную сторону. Но смотрите. Показывает мне опять десятку мечей. Она же десятка воздуха. Но если читать ее как в Монаре, это говорит о том, что теперь я принимаю правило, где уходить, когда оставаться, когда я пришла тогда и вовремя. И в этом сильная сторона. У нее какую-то прям женщину мстящую за то, что ее как-то ранее, может быть, принижали или еще что-то. Смотрите, здесь еще о чем? О том, что вы можете быть счастливой женщиной, абсолютно довольствуясь малым. Понимаете? Это не про состояние аскеза. Это про то, что вот есть у вас деньги, вы их не тратите и как-то нормально себя чувствуете. Или, например, там нет денег сегодня, завтра они есть, когда вас это сильно не парит. Вот потому что ощущение, что весь этот заработок, понимаете, все эти деньги, все достижения, они у вас внутри. И это говорит о том, что вы в любой момент можете распечатать файл, да, как бы взять нужную сумму из пространства. Ну и понятно, что через там свой опыт, через работу, через навыки, там через что-то еще. И тут, видимо, смотрите, сильная эта сторона заключается в том, что 15-й аркан вас очень хорошо так стимулирует, понимаете, на достижение целей, на деньги, на эмоции, на власть, на секс, на там получение желаемого, понимаете? Сильная сторона в постоянной неудовлетворенности. И вот эта неудовлетворенность, она как раз толкает нас быть амбициозными, понимаете, достигать чего-то там, да, учиться, понимать себя, изучать себя. Вы знаете еще, в чем заключается сильная сторона? В том, что, блин, как сказать-то это корректно? В том, что вы себя, на свои центры удовольствия знаете лучше, чем любой партнер. Вам себя довести до эмоциональной разрядки намного легче и понятнее, чем доверить это партнеру. И ощущение, знаете, что вы как-то... В этом плане перспектив-то своих... Блин, как сказать-то, слушайте. Горизонты, короче, там нет края, нет края горизонта. Вот, что не до конца-то вы себя знаете и чувствуете. Все. Вот. Продолжение следует... Тут, безусловно, сильная сторона вашей сексуальности, но, опять же, она какая-то весьма своеобразная. У вас, знаете, когнитивный диссонанс между доминировать и подчиняться. Понимаете? Потому что доминировать проще, так вот как-то в нашей системе там принято. Да и мужчинам, понятно, да, когда он доминирует над женщиной, а женщина подчиняется. При этом есть желание же совсем другого. Есть желание прям доминировать над мужчиной. При этом, ну, в разных отношениях. Не только в плане близости. Зарабатывать больше. Ну, там, быть главной в доме, например. Еще что-то. Но вас раздирают противоречия, потому что женщина же не такая должна быть, понимаете? Ну, именно ваша сильная сторона заключается в том, что если вы выпустите свои драконы в доминирующих, вот, вы будете счастливы от этого, понимаете? Потому что вы перестанете играть самообманы и вот это вот все. Что вы тут себе напридумывали? Вот в чем еще сильная сторона? В том, что после вот этих всех периодов, какие-то самокопания и так далее, да, у вас, знаете, вот как свежая кровь. Вот у вас желание изучать себя, желание изучать свои эмоции, да, желание флирта. И оно в любом случае есть. Это сильная сторона. То есть как бы вас тут, видимо, не обламывали, не как-то обижали, да, все равно есть на самом деле желание. При этом, смотрите, есть желание действовать активно. С другой стороны, я же говорю, что женщине это все не принято. А у вас, говорю, такая вот все-таки амазонистая эта природа. Завоевание. Ну, просто амазонки не очень мужчины любили, да, для себя, собственно. Так вот использовали их для детородной функции исключительно, не для нежности. Вот, поэтому, скорее всего, наверное, больше Венера. Даже не знаю, слушайте, ну как сказать, женщина с такой, знаете, с неуемной энергией, но при этом ей надо доминировать. Вот это, конечно, сильная сторона. Быстрее, выше, сильнее. Вы это боитесь мужчине показать, потому что боитесь его этим отпугнуть. Это даже не про отношения, это про, ну, в частности, как оно может проявляться. Боитесь показывать себе на самом деле. Потому что понимаете, что прогнете, да, человека, пространство. Сильная сторона в том, что нужно все-таки прекратить соревноваться с мужчиной. Вы можете соревноваться даже, знаете, в плане близости, кто круче. Кто из вас больше богиня, да, секса. Вот опять же начинаются эти такие у нас. Тут вот смотрите, кто кого влюбит. И потому, чтобы заставить страдать. Так в чем здесь сильная сторона? Вы умеете любить. При этом сильно очень умеете любить, да. И вот вы ради своей любви, там, чувства, эмоции. Вот если чем-то вы загорелись, вы тут готовы действовать. Это сильная сторона, что. Вы тут можете брать на себя эти функции, которые должен обычно брать партнер. Бесстрашная такая женщина. Либо вы эти страхи свои проработали, либо как-то вам не страшно туда идти, да, если надо. Вы больше не занимаетесь этим самообманом. Не наблюдаете со стороны. То есть если вам надо, вы действуете. Вы четко осознаете свою ценность. Вы еще кайфуете от красоты тела. Ну и при этом даже не важно вообще, сколько вы весите, в какой вы физической форме находитесь. Вы четко осознаете, что ваше тело, я не знаю, ваш там фетиш, может быть мужчина вам комплименты делали по поводу отдельной части, или там в частности вашей внешности. Вы тут это четко понимаете. Ну почему-то вы больше не хотите, чтобы акцент был на вашу внешность, да, на какие-то, допустим, физические параметры привлекательности. И прежде чем бросаться в омус головой, да, вы тут предпочитаете, видимо, наблюдать, в повешенном посидеть. Ну, это, конечно, сильная сторона. Это говорит о том, что вы пересмотрели отношение к себе, да. Отношение к себе, к своим эмоциям. Вы не довольствуетесь малым. То есть, если как это, воровать, то миллион, да, если любить, то короля. Или хотя бы турецкого порно-актера. И смотрите, сильная сторона в том, что вы больше не занимаетесь самобичеванием. Вы что-то пошли прям в какое-то кайфожорство, в, не знаю, что, с распаковкой опять пошла, там, по собственной сексуальности. Да я не удивлюсь, если это после развода. Смотрите, нам показывают императора, короля воздуха и, соответственно, короля мечей. И у вас, знаете, как второе дыхание открывается. Вы себя чувствуете совсем по-другому. То есть, вы все про себя тут понимаете и начинаете жить совсем по-другому. Если это не про развод, потому что много свободных дамочек меня смотрят, это знаете о чем? Это тогда, когда мы мужчине позволяем быть собой. Даже если мы где-то не видим перспектив. Но в этом мы как бы получаем легкость. То есть, мы прекрасно понимаем, да, что есть партнеры, которые изначально нацелены на несерьезные отношения. И смысл нам вообще их тащить в ЗАГС. Это же геморройная, энергозатратная и трудоемкий процесс. Нелегкая работа из болота тащить богемота. А что вы тащите? Это там его дом родной. Что мы его тащим-то? Правда? Вот. И, соответственно, есть как бы партнеры, которые нацелены на серьезные отношения. И лучше эти все истории выяснять на берегу. Правда? Чтобы потом не было вот этих обманутых ожиданий. И как раз сильная сторона заключается в том, что вы теперь умеете это делать. Четко себе давать шансы, да, четко давать понять, что же я хочу, что я могу конкретно получить от этого партнера. Это тоже сильная сторона. И это же не только про любовь. Мне даже показывает, что, Аня, что-то все про любовь и про любовь-то. Это именно про то, что вы готовы в любой сфере, понимаете, идти в свои страхи, да, как бы их прорабатывать. Потому что это и про предназначение, и про карьеру, там, да, и про взаимодействие с людьми. То есть вы теперь четко понимаете, что вам надо от жизни. И это, конечно, прекрасно. Видите, я уже выложила на вас практически всю колоду Монара. Ну, по крайней мере, мы с вами пришли к общему знаменателю. Мне вообще этот процесс по тройкам нравится, то, что происходит. Вот. Я надеюсь, что будете продолжать в том же духе. Самое главное, чтобы не обманывать себя. Потому что, когда мы начинаем обманывать себя, мы начинаем идти через сопротивление, и вся эта прекрасная энергия, которую мы в себе поднимаем для взаимодействия с окружающим миром, она начинает схлопываться, там, сливаться. Вот. И в итоге мы опять оказываемся в пятерке Пентаклей. Вот. А поскольку для вас это свойственная история, чтобы вы в пятерке Пентаклей не оказались, лучше, чтобы оно вот так вот было. По королеве огня и по императору. Вот сейчас, на данный момент. Вот. Пока не претендуйте, там, на кубковость, на длительные истории, там, на любовь в морковь до гроба и детей. Вот. Потому что вы пока себя ищите. Вы пока не позволите себе быть настоящей, такой, какой хотите. Ну, здесь будут сложности, наверное, с личным счастьем. Потому что иначе вы опять сможете, опять вы наступите на те же грабли. Хотя, на самом деле, у вас семья-то не за горами. И, видимо, есть там в инфополе, то она прописана. Ну, просто надо, видимо, поизучать, что ж вы хотите на самом деле. Вот. Вот такая история была для троечек. С вами была я, ваша нейроведьма. Редактор субтитров А.Семкин